нужно понимать что скидки скидкам рознь это во первых а во вторых что это часто инструмент но либо digital маркетинга либо оффлайн розницы какой-то и мы прекрасно все видим когда мы в магазинах пятерочки видим красные ценники мы видим магазинах сейл распродажи и так далее и вот очень многим кто работает социальными сетями хочется эти инструменты притянуть к себе в социальной сети но только нужно понимать что потребительское поведение в социальных сетях и в оффлайне может отличаться все-таки когда мы приходим в магазин в который мы не ходили долгое время вот мы просто пришли на шопинг и видим о распродажа конечно это нас мотивирует покупать но когда мы изо дня в день следим за каким-то инста магазином и видим что там что не день то скидка и все время игры что это то последние модели но только завтра они почему-то появляются снова все вот эти вот кривые использованные инструменты со скидками это скорее для пользователя говорит о том что скидки тут еще будут долго я в следующий раз как-нибудь в этот же день тоже приду это же получу эту скидку но и вообще для аудитории это показательно которая за вами следит она просто начинает видеть что вы манипулируете и у вас видимо не все так хорошо с продажами что вы просто бесконечно ставите скидки на свою продукцию а это губительно многие кто работает социальными сетями страдают тем что просто не знают других инструментов работы с аудиторией других инструментов по продажам и получению заявкам и поэтому садятся на скидочную иглу скидка это инструмент дожима это все-таки не на этапе когда вот человек выбирает товар она и так когда он уже покупает его нужно дополнительно стимулировать это сделать возможно это какая-то реферальная система когда эта акция например приведи друга расскажи там передай нашу ссылку и тогда человек получает какой-то бонус причем это не всегда именно скидка это просто какая-то например накопительная система бонусная и так далее тогда это ок но когда вы знаете я очень много вижу прям шапки профиля какого-то аккаунта вот еще не успел подписаться а тебе уже дарят скидку на что-то но это говорит о том что скорее всего просто из мальчик не знает а как по-другому продавать эту продукцию он не знает как по-другому например получить отзывы поэтому 10 процентов скидка за отзывы и так далее все-таки скидка может неплохо работать на этапе до продаж когда мы предлагаем например взять основной продукт и со скидкой уже какой-то дополнительный здесь еще тоже вот эта вот история которую пытались перетянуть из оффлайна да и применить у себя мы как покупатели оффлайн точек каких-то ну возьмем опять же одежду мы не мониторим цены мы не знаем сколько этот товар стоил до поэтому да к сожалению есть такие бренды которые лепят просто на белый ценник цене красный с точно такой же ценой или манипулируют они сначала завышают цену потом уже на эту завышенную цену делают скидку и таким образом продают да такое имеет место быть но когда мы говорим про онлайн то люди в любой момент могут зайти люди цены запоминают люди цены мониторят они действительно помнят и если вы вот так манипулируете играете с жонглируете сценами то это некрасиво это от вас отталкивает они наоборот увеличивает лояльность к вашему бренду бывает так что у менеджеров заложена определенная скидка которую они могут подарить в том числе и на до продажу до какую-то сделать и на возвращаемость повлиять если эта скидка заложена в бизнесе до с учетом там маржинальности себестоимости и все и все другой юнит экономики то это имеет место быть но просто этим видео хочется донести до вас мысль что скидка это не единственный инструмент с помощью которого можно мотивировать людей к покупке лучше займитесь донесением ценности вашей продукции лучше как-то доупакуйте ваш продукт и товар благодаря чему стоимость его может возрасти и ценность глазах аудитории тоже вырастет а соответственно и цена может вырасти они только кормить людей скидками но это вот видишь я тебе говорю это все пришло из оффлайн-бизнеса это с чего я начала да то есть вот мы видим что в магазинах так а значит и нам также надо но вот немножко по-другому работает психология людей но вообще если говорить глобально надо так закупать товар что у тебя не было товарных остатков потому что через распродажу продаются товарные остатки я работала просто в этом бизнесе я была продавцом-консультантом и администратором магазина и вы не представляете какие огромные склады в подмосковье стояли и одежда потом просто которую уже один сезон не могли продать другой второй третий через пять лет ее просто утилизировали и сжигали потом появились аутлеты фамилия аутлеты стали вот одежду свозить туда но это просто уже такой устоявшийся паттерн что вот есть магазин одежды и в конце сезона есть распродажа и есть такая аудитория которая никогда за полную цену не купят они будут ждать когда начнется распродажа и если как бы вы хотите работать по такой модели то вы должны понимать что в социальных сетях мониторить эти цены и ждать еще проще и вы будете просто в сезон сидеть просто в жопе со своим клиентом по-русски говоря да и не сможете продавать потому что люди уже привыкли что у вас есть скидки и они будут сидеть и этого ждать и у меня были такие клиенты которым я приходила игры мы на скидочной игле мы как только объявляем скидки да к нам приходят тут еще какая проблема скидка 5 процентов 10 процентов 3 процента это баннерная слепота для людей вот если вы 90 процентов и ликвидацию объявляете вот тут другой разговор до люди встрепенутся и побегут покупать но когда вы объявляете у себя в stories там пять процентов только сегодня вы увидите 0 продаж своего товара так чаще всего и происходит а для бизнеса эти пять процентов могут быть очень даже весомой суммой до пересчете если считать юнит экономику там она начнет просто не складывать поэтому очень важно чтобы смм-специалист общался со своим работодателем со своим клиентом и они просчитывали всю эту математику потому что смм пообещает 5 процентов а через месяц просто у человека будет кассовый разрыв и ему нечем будет за свет блин в магазине заплатить потому что если мы еще пять процентов скидку с легкой руки на пообещал поэтому и самым специалисту нужно разбираться в цифрах и в маркетинге во многих бизнес-процессах и обсуждать такие вещи со своим работодателем на программе smm маркетинг социальных сетях а также на программе комплексный маркетинг мы рассказываем студентам о том как работать через цифры о том как считать бюджет и просчитывать а будет ли та или иная акция улучшать экономику проекта или наоборот уводить ее просто в откровенный минус поэтому переходите по ссылке в описании мы оставим там ссылки на обе программы вы можете изучить и выбрать для себя оптимальный вариант черная пятница давайте еще поговорим про этот инструмент опять же мы видим что огромные корпорации огромные магазины и бренды проводят регулярно черную пятницу на marketplace of не кажется вообще 1 1 сплошной какой там белый понедельник и черная пятница до бесконечные акции скидки и нам хочется маленьким брендом каким-то притащить тоже эти инструменты но тут опять же я призываю вас считать потому что может получиться так что вы все продали за черную пятницу причем продали с огромными скидками а потом еще там не знаю несколько месяцев сидите и разгребаете последствия поэтому считайте считайте и считайте чтобы бизнес не был потом в минусах и чтобы ваш клиент потом не пришел к вам с вопросиками а что же такое случилось и откуда появились эти скидки с вами была аня пахомова и московская академия экономики развития всем пока пока